Ну а нас ожидает самый главный поединок сегодняшнего вечера. Мэй Уэзер против Ортиза. Я уже упоминал в начале программы о том, что этот поединок многими рассматривается как подготовка, возможно, Мэй Уэзера к долгожданному поединку против филиппинца Мэнни Пакияво. Вот Виктор Ортиз, он такой же левша, как и Пакияво. Он тоже очень бьющий боксер. Очень жесткий, очень опасный нокаутер. Вообще, забегать вперед, наверное, не стоило бы. Стоило бы как раз сосредоточиться на поединке Флойда Мэй Уэзера-младшего против Виктора Ортиза. У них разница в возрасте 10 лет и, несмотря на то, что Мэй Уэзер, безусловно, считается огромным фаворитом в этом поединке, мало кто дает шансы Ортизу на победу. Тем не менее, многие полагают, что бой должен получиться взрывной. Потому что Виктор Ортиз, боксер крайне агрессивный, очень ударный, настоящий нокаутер. Бьет мощно с обеих рук. Кроме того, он физически очень крупный, сильный, мощный. Наконец, он молод, быстр. Поэтому многие полагают, что Ортиз сможет дать бой Мэй Уэзеру. Ответи. Что делает? Мэй Уэзер на взвешивание. Так себе Мэй Уэзер почти никогда не ведет. Он вообще весьма высокомерен. Вот здесь он как-то завелся, разозлился. И это дает многим основания полагать, что Мэй Уэзер как раз не собирается боксировать на этот раз на тихой волне, как это иногда бывало, нередко бывало в его поединках. Все-таки Мэй Уэзер это гений защиты. Он иногда очень любит, любит ее демонстрировать в ущерб атакующим действиям. Но перед этим боем Мэй Уэзер заявил, что он не собирается от Ортиза бегать. Больше того, собирается закончить бой досрочно. Если действительно Мэй Уэзер примет бой, в чем такой достаточно открытый бой, то тут конечно шансы Ортиза повышаются на победу. Мы помним, как бурно начался поединок Мэй Уэзера с Шейном Мозли, когда во втором раунде Мозли дважды удалось крепко потрясти Флойда. Настолько, что тот часть раунда провел, прямо скажем, на подогнутых ногах. Какое-то время с трудом владел своим телом. Учитывая, как опасны удары Виктора Ортиза, можно предполагать, что здесь шутки будут плохи в случае какой-то ошибки Мэй Уэзера. Но дело в том, что Мэй Уэзер просто настолько опытен и настолько много видел самых лучших, высококлассных боксеров, Я предполагаю, что у Ортиза будет очень непростой вечер сегодня. Точнее говоря, очень трудный и тяжелый. Потому что никогда не сталкивался Ортиз с таким мастером великолепным. У Мэй Уэзера вообще есть такая манера. Знаете, он настолько любит демонстрировать свое превосходство и пренебрежение соперникам, что он частенько начинает работать на поле противника для того, чтобы его там же и победить, перебить и деклассировать. Вы помните, как много было ожиданий и различных прогнозов от боя Мэй Уэзера с британцем Рикки Хаттоном? И все гадали, сможет ли от него убежать, как-то оторваться Мэй Уэзер, переиграть и так далее. Но дело в том, что Мэй Уэзер не стал никуда вообще убегать. Принял борьбу, в которой всегда был силен Рикки Хаттона. И в этой борьбе Хаттона сломал, прежде чем нокаутировать его. Просто взял физически, измотал британца. Оказалось, что бороться Мэй Уэзер умеет не хуже. И вообще Мэй Уэзер умеет все. И retiemblen sus centros la tierra. Arsonoro rugi del cañón. Viva Mexico! Ну и... И сейчас, ladies and gentlemen, please remain standing. Just six days ago, we pay tribute to 9-11, the tenth anniversary. At this time, we would like to dedicate the national anthem to all the men and women, the victims and the heroes that we lost on that fateful day. Майкл Баффер напоминает о недавно прошедшей годовщине страшной трагедии 11 сентября 2001 года, когда был устроен самый разрушительный теракт в истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и еще одно соображение относительно шансов боксеров Конечно, да, действительно, Виктор Ортис быстр, молод, в превосходной физической форме, опасный панчер Но мы видели, что при встречах с классными боксерами очень много ошибок делает Виктор Ортис Это было и в самом запоминающемся его поединке против аргентинца Маркоса Майдана Где Ортис трижды отправлял на пол соперника, тем не менее дважды и сам там побывал и в конечном итоге был вынужден сдаться Не хватило тогда двадцати двухлетнему американцу Такой вот настоящей взрослой ментальной крутизны, грубо говоря Был сломлен он тогда и физически, и, видимо, и морально И в дальнейшем даже против не такого опасного боксера, как Ламон Питерсон Тем не менее Не просто было Ортису Бой, в общем, закончился ничьей Потому что все-таки уровень мастерства и опыта Его пока тогда еще не соответствует И, конечно, многих убеждает в пользу Ортиса поединок против Андре Берто Тоже необыкновенно зрелищный Там сначала Ортис свалил Берто, затем Берто Ортиса Потом снова Берто Ортиса уже в шестом раунде И казалось, что это конец А потом Потом нарвался Берто уже на левый хук Ортиса В общем, там это, знаете, как Ваньки-встаньки Бойцы Падали и поднимались Так вот Все это говорит о том, что есть дыры защиты у Виктора Ортиса И часто, в общем-то Мы видели, что при встрече с более классным, более опытным соперником Не удавалось ему реализовать свою ударную мощь У меня есть такое предположение, что сегодня будет примерно то же самое Хотя и нельзя, конечно, исключать Неожиданностей Но все-таки есть ощущение, что очень тяжелая ночь будет сегодня у Виктора Ортиса Ну, а Майка Тасина вы, конечно, узнали Так же, как и Оскар Далахою Который, собственно, является организатором сегодняшнего боксерского шоу Субтитры создавал DimaTorzok Чем еще поражает Флойд Мой Уэзерус? За последние четыре года он провел всего три боя Вы знаете, это всегда длительный простой Это считается большой проблемой для боксера Потому что теряются многие ощущения Важные чувства партнера, чувства дистанции То, что называется, такая ржавчина покрывается боксер Дело в том, что такого с Мой Уэзером Почему-то никогда не происходит При всем том, что ведет себя Он вызывающее и за языком своим не следит Тем не менее Как спортсмен, как атлет Мой Уэзер младший Просто феноменален Потрясающая дисциплина Он всегда в форме Он всегда в отменной форме И после длительных перерывов Никогда не теряет остроты Остроты, точности Это, конечно, уникальный персонаж Наш уникальный боксер Погнал «Скоп» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот вы видите, какое безумие творится на арене MGM Grand Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Первый раунд собирается жестко разобраться с ортисом посмотрите на автомате мой вырезать делают вещь которая в общем действительно необходимо делать пробивает справа по туловищу или в голову и тут же не глядя уходят в уклон вправо и ожидаемый им удар ортиса в ответ слева то что необходимо ожидать от любого левши туда уходит в воздух кстати один сейчас удар слева ортиса прошло вновь удачная атака молодого чемпиона всегда очень агрессивный виктор ортис сейчас сам подвергается давлению со стороны мэйвезера мэйвезеру сейчас еще предстоит немного привыкнуть к сопернику чтобы понять откуда там идут его удары ну а вот путать вот здесь вблизи мэйвезер как раз очень большой умелось действительно мэйвезер пытается обострять с первых же секунд как и обещал несколько было очень красивых эпизодов где очень элегантно уходил мой везер от ударов ортиса тем не менее конечно в такой рискованной борьбе не обойтись без ошибок допустил допустил и 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 положении все равно рука рука мэйвезера оказывается там куда вылетает удар соперники выйти надежно предохранен и в в в в в Видите, какой скользкий боксер, как Мэй Уэзер. Мощнейшие удары у Ортиса вылетают, но свистят по воздуху, потому что Бэй Уэзер всегда знает, в какой момент и на сколько миллиметров оттянуться, для того, чтобы удар его не зацепил. Атака Ортиса. Очень бурную реакцию вообще все действия бойцов вызывает, потому что все наэлектризованное в зале. Четко и точно пробивает справа в голову Клёдный Уэзер. У Ортиса, на самом деле, очень опасна не только левая рука. Он очень точно и жестко бьет. И правый боковой своей слабой рукой. Закончился второй раунд. Очень интересный конечный бой складывается. Действительно, сейчас Мэй Уэзер показывает превосходное зрелище. Посмотрите, даже не затруднилось дыхание ни на секунду. Один за другим. Удары справа настигают Ортиса. Третий раунд. Вовремя и точно действует левая рука Мэй Уэзера. И напомню, что именно таким встречным левым боковым на отходе я отправил на пол мой Уэзер в то время Рикки Харкина. В тяжелейший нокдаун, после которого британец уже был не способен продолжать бой. И через несколько ударов после отчета нокдауна бой был остановлен. Доигрался Ортис. Пытался так ритмично обстреливать передней рукой боевой азарт. А тут ему этот ритм сбил. Феноменальная скорость у входа на Ортис. Но помимо скорости еще и просто-напросто четкое понимание, когда в какой момент необходимо, что делать. Я напомню, что сейчас все обсуждают слова Пуэдом Элезера о том, почему у него такой низкий процент нокаутов. Он говорит, что, собственно говоря, нокуутировать ему приходилось тех ребят, которые выходили драться. Например, как это было с Рикки Харкин. А с другими все происходило очень просто. После первых двух-трех раундов они сразу переходили в режим выживания. Понимали, что им не выиграть. И просто пытались спастись, дотянуть до гонга. Ну и, в общем, уже с такими бойцами и труднее заканчивать бой нокаутом. Да и стимул, когда пропадает, когда боксер не сопротивляется. Ну вот здесь, конечно, все ожидали, что Ортис как раз сможет дать бой Мэйвезеру. Ортис как раз боец. Боевой, агрессивный, ударный. Ну вот сейчас мы видим, что все, чем дальше, тем больше. Уже четвертый раунд. Мэйвезер начинает демонстрировать полное превосходство во всем. В скорости, в технике, в тактике. Просто в классе. Тем не менее, Ортис не теряет стремление дать бой Мэйвезеру. Но видите, как это трудно. Оказавшись вблизи, он словно влипает в какую-то смоляную кукулу. Вы знаете, вы заметили, наверное, как сейчас правой рукой Мэйвезер прихватил левую руку Ортиса. Вот и атака Ортиса. А ее встречает Мэйвезер улыбочкой. Вблизи. Для Мэйвезера главное превратить бой в издевательство. Ему даже, как бы, считая ниже свое достоинство, просто подавлять соперника силой, мощью ударов. Вот ему вот поиздеваться хочется. Ортису издеваться, конечно, терпеть не хочется. Он чувствует в себе мощь физическую и ударную. Поэтому наращивает свою агрессию, которая немножко в третьем раунде у него подубавилась. И вот сейчас в четвертом раунде хорошую достойную попытку сделал Ортис. Обострить поединок. Вот сейчас, видите, приходится ему ретироваться. Вот это, конечно, было хамством со стороны Ортиса. Он намеренно ударил соперника головой. Правда, сразу же извинился. Но это было, видимо, такое жест отчаяния. Он находился вблизи. Посмотрите. Вот вам Мэйвезер. И самое главное, что по большому счету он прав. Ортису издевает. Как это не странно. И сейчас секунданты портятся. Выскочили и собираются там затеять драку. Вы видели, да? Удар головой Ортиса нанес рассечение. Прокусил губу фактически Мэйвезер. И был настолько зол, что даже приняв извинения Ортиса, он решил просто с ним быстро покончить. Дело в том, что когда рефери дал команду в бокс, Мэйвезер имел полное право наносить удар. И здесь, конечно, просто неправильно сориентировался Виктор Ортис. Он не мог себе даже представить, что так воспользуется его положением Мэйвезер. Вот посмотрите. Вот наносит удары Ортис. Не попадает. А Мэйвезер... Мэйвезер только издевательски улыбается. Я думаю, что... Что хотел сделать... Что хотел сделать Ортис... Это просто... Его раздражала вот эта улыбка Мэйвезера. И хотел, чтобы тот перестал улыбаться. Вот. Посмотрите. Рефери Джо Кортес отвернулся куда-то в сторону. Фактически... Мэйвезер... Мэйвезер... Имел он право в этот момент наносить удар. Мэйвезер... Мэйвезер... Просто... Не мог... Ожидать от него такого коварства... Виктор Ортис. Не мог предполагать, что... Принимая от него извинения... Мэйвезер уже... Задумал... Прямо тут же... После рукопожатия... Провести удар. И в этом, конечно... Просчитался... Ортис... Просчитался... 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 И как и обещал... Как и обещал Флойд Мэйвезер... Он закончил этот бой нокаутом... И... Забрал... Себе... Очередной пояс чемпиона мира в полусреднем весе. Конечно же, очень неоднозначный поединок. Результат, который никто не мог предполагать. Вы видели растерянную улыбку сбитого с ног нокаутированного Виктора Ортеса. Он, видимо, просто лежа на полу даже не мог поверить, что с ним так обошлись. И что вот так закончился этот бой. Бой, на который у Ортеса, безусловно, были огромные надежды, планы. Давайте послушаем интервью Лары Марчанта. Все чувствуют, есть ощущение, что вы нанесли нечестный удар в нечестный момент. И поэтому вы аж не могли. И то, что вы почетили? И я бы сказал, что вы почетили? И я почетили улыбку на ночь, чтобы поближе к ней, чтобы объекты, чтобы не было возможности. И я не мог бы поближе к ним. Мы почетили улыбку на ночь. Он извинялся перед вами, а вы воспользовались этим? Мэй Уэзер конечно не хочет обсуждать это все, вот мы пожали перчатки, потом я нанесу удар, потом правую. Если вы считаете, что это просто была непредумышленная реакция, он говорит, что он должен был все время защищать себя, давайте все время будем защищать себя в напряжении всего боя. Это об этом говорит рефери. Ну вот это выяснение отношений закончилось скандалом. Видели и оскорблениями в адрес Варя Марчанта, ну и улыбающийся Виктор Ортис, которому в общем-то улыбаться меньше всего следовало бы. Как вы считаете, была ли ваша вина в том, что вы не защищали себя в тот момент? Я смотрел на рефери, что он там делает. Какая-то... И в это время он... Видите ли? Бум! Ну вот теперь вопрос о том, что он сделал, зачем он ударил в голову. Я смотрел на рефери, но надеюсь, что я сделал это так, что я не спешил. Но, я так очень быстро. Я даже не особо в том, что он плохо. Я не буду убирать его. Я не могу улыбаться. so I'm not a dirty fighter so what you're saying you were just trying to jump on him and your head solided yeah he came forward really fast I wasn't expecting that and my head was in his face so I was like oh whoops so as far as I'm concerned I'm sorry for that but while you seemed apologetic then you got together with him and what did you each say with each other I told him I'm sorry Floyd I didn't mean to do that bro Вот. Иными словами позиция Мэйвезера, что ни в какую секунду Ортес не должен был расслабляться. И это его проблема, то что он не защищал себя. Или это твоя команда? Ты знаешь, ты можешь смотреть на это двумя способами. В конце дня, ты знаешь, я пришел сюда, чтобы показать фанам, что это хорошо. И, по крайней мере, я думаю, что они были хорошо. Но, ты знаешь, у меня есть небольшая мискоммуникация от руководителя. Но, ты знаешь, это происходит. Я не perfect. Никто есть. И никто не знает. И никто не знает. Так что я ничего не благословляю. Для учебного испытания. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я дал должное, естественно, качеством Мэйвезера как боксера. Тайминг, опыт, ну и так далее. Ну что ж, друзья. Понравилось или не понравилось вам это боксерское шоу? Тем не менее, уверен, что, согласитесь, здесь было, что посмотреть. А я на этом прощаюсь с вами. Комментировал Владимир Гендлин Младший. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok